Расходы окружной казны сократили на 340 миллионов рублей. Соответствующие поправки в закон об окружном бюджете на 2016 год утвердили сегодня на сессии депутаты регионального парламента. Отмечу, что это первая корректировка бюджета с начала года. Расходы бюджета уменьшены по органам власти, казенными бюджетным учреждениям, а также по различным мероприятиям в рамках государственных программ. Начали, как говорится, с себя. Расходы на содержание органов госвласти уменьшатся на 25 миллионов рублей. Уменьшен фонд оплаты труда по органам власти на имеющиеся вакансии. Сокращены командировочные в среднем на 25%. Оптимизированы и другие расходы. Пересмотрена инвестиционная программа. Приоритетными признаны переходящие объекты и дороги, и стройки, которые софинансируются из федерального бюджета. Первый секвестр бюджета заставил здраво взглянуть на запланированные к строительству объекты. Отчасти из них решено было отказаться. Речь идет, например, об административном здании и объездной дороге. Часть решено было передать на реализацию заполярному району. Соответственно, строительство будет вестись за счет районных средств. Речь идет о ЛЭП в Нижней Пёше, строительстве жилых домов в ОМИ, Тельвиске, Андиге и других объектах. В то же время, как уже отметила Татьяна Лагвиненко, переходящие стройки с федеральным софинансированием будут продолжены. Один из глобальных объектов – это дорога Нарин-Марусинск. В общем и целом, законопроект предусматривает уменьшение бюджетных ассигнований по 16 государственным программам Неницкого округа. При этом наиболее значительно сокращаются ассигнования по программам сельского хозяйства на 159 миллионов, а также по программе развития транспортной системы НАУМ на 173 миллиона рублей. В заключении отмечу, что в целом расходы бюджета, согласно данному законопроекту, уменьшены незначительно по сравнению с теми рисками недополучения доходов, о которых говорилось при принятии закона о бюджете на текущий год и которые остаются на сегодняшний день. Риск недопоступления доходов на сегодня составляет 4 миллиарда рублей – это платежи от СРП. Естественно, в случае недопоступления этих платежей возник необходимость существенно сокращать доходы и расходы бюджета. Наряду с сокращением расходов параметры окружного бюджета изменились и по доходам. В новой редакции закона они увеличены на 101 миллион рублей за счёт ассигнований из федерального бюджета, а также уточнённого прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов. В результате сокращения расходов и поступления доходов дефицит казны снизился на 441 миллион с 20% до 17,1% от объёма доходов без учёта безвозмездных поступлений. Возвращаясь к секвестру бюджета, который, напомню, стал первым с начала года, спикер окружного парламента Анатолий Мяндин отметил, что корректировка никак не повлияла на объём социальной поддержки населения, что весьма похвально в текущей экономической ситуации. Обеспокоенность депутатов вызвала большое сокращение расходов по программам сельского хозяйства. Были замечания депутатов по другим вопросам, в частности, по развитию сельского хозяйства. Я думаю, что эти вопросы будут стоять на повестке дня собрания депутатов. До следующего заседания о сессии, когда будут носиться изменения в окружной бюджет, будем анализировать исполнение бюджета, исполнение тех обязательств, которые у нас сегодня приняты. И уже на следующей сессии, когда будут носиться изменения в бюджет, а они будут рассматриваться 30 июня, мы будем делать уже более конкретные выводы по внесению изменений в окружную часть в зависимости уже от доходной части нашего окружного бюджета. Кроме сокращения расходов и корректировки доходов, на сессии было принято решение о выделении дополнительных средств по трём приоритетным направлениям. Это строительство жилья, социальных объектов и дорог за счёт перераспределения средств внутри окружного бюджета. На начало строительства трёх новых многоквартирных домов на 666 квартир в районе улицы Авиаторов. Это в рамках программы по переселению из ветхоаварийного жилья. Кроме этого, было выделено ещё 110 миллионов рублей на долевое участие в строительстве жилья, нового жилья, также по этой программе, то есть для переселения из ветхоаварийного жилья. То есть, как видите, мы усиливаем это направление с тем, чтобы всё-таки в кратчайшие сроки обеспечить переселение граждан из ветхоаварийного жилья в более благоустроенное жильё. В целом же, по государственной программе обеспечения комфортным и благоустроенным жильём, на этот год в бюджете запланировано почти 1 миллиард рублей. Это 969 миллионов рублей. Также дополнительно было выделено 140 миллионов рублей на строительство третьей школы в микрорайоне авиаторов. Несмотря на гигантскую стоимость этого объекта – порядка 2 миллиардов рублей – и риски невозможности продолжения этого строительства в последующие годы, власти региона решили сохранить эту стройку. Примерно столько же – 147 миллионов рублей – выделено на строительство детского сада в этом же микрорайоне. 16,5 миллионов направили на окончание строительства дорог улица Рыбников – Центральное очистное сооружение и улица Рыбников – Полярная. Порядка 90 миллионов рублей направят на реконструкцию улицы Октябрьская.